свои планы осуществить. Так в жизни действует Бог и также действуют, реально действуют духи зла, духи дьявольские. И очень важно осознавать эту реальность, что существует духовная борьба, духовная война. Особенно в период Рождества. Знаете, эти несколько недель в период Рождества, они как в таком маленьком образе отображают всю нашу жизнь. Есть большая возможность, прекрасная возможность принести благословение для своей семьи. Мы все дома, у детей каникулы. Можно провести время вместе, можно провести время в общении, в мире, в радости, посетить священное собрание, прочитать вместе Писание. С другой стороны, есть опасность, потому что так же действует и дьявол, и он хочет все то хорошее, которое предлагает Бог, к которому ведет нас, Дух Святой, исказить, украсть, погубить. Я хочу сегодня говорить очень практически. Хочу говорить вместе с вами, порассуждать о том, как опасность существует, растерять наше Рождество. Каким образом сатана может саботать, как говорят американцы, или украсть радость Рождества. В то время, которое у нас есть, хотел бы практически порассуждать о некоторыми сферами нашей жизни, которые именно в период Рождества особенно необходимо наблюдать, чтобы не дать место дьяволу. Иоанна 10, глава 10 стих. Описывается враг душ человеческих. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вор приходит для того, чтобы украсть радость Рождества, украсть благословение, которое может собой принести размышления о этой важной теме, благословение, которое может собой принести вера в Рожденного Спасителя, для того, чтобы погубить, разрушить прекрасное семейное или общение церковное в этот период Рождества. А Христос предлагает жизнь и жизнь с избытком. В этот период рождественских каникул она на каникулы не уходит. И по-особому действует, по-особому хочет причинять свои козни, свои проблемы. Украсть, убить и погубить. Нам не стоит бояться сатану, но стоит осознавать опасность, потому что Бог проявляет свою силу, и Бог показывает путь к победе, путь к жизни с избытком, который уже из этого стиха ясно находится во Христе. Он пришел для того, чтобы даровать жизнь с избытком. Итак, давайте, с одной стороны, посмотрим на опасность, которая постерегает каждого из нас, особенно в этот период подготовки к Рождеству, и также на благословение, которое может принести наша вера и поклонение Рожденному Спасителю. Во-первых, опасность существует в развлечениях. Я думаю, все из вас, которые как-то связаны со школами здесь, у которых есть детки маленькие. Вы заметили, как много возможностей для развлечения в этот период. Может быть, там вчера был какой-то концерт в школе рождественской, сегодня парад рождественский в городе, завтра еще что-то рождественское, поехали вместе, посмотрели огни рождественские. В любом случае это праздники, праздники и концерты, какая-то радость, какое-то развлечение. Может быть, еще через несколько дней соберемся вместе и рождественский фильм посмотрим. Одним словом, все это время, которое нам предоставляет Бог свободное, торжественное, радостное, оно заполняется часто просто развлечениями. Рождественским ужином или праздником, или партией на работе все уходит в увеселение, представление. Знаете, это можно сравнить, как если получаем подарок и все время проводим в том, чтобы рассматривать оберточную бумагу. Какая она красивая, какая она блестящая, какие там узоры. Вместо того, чтобы обратить внимание, что в подарке. На самом деле, обратить внимание, какой драгоценный подарок внутри этого ящика и поблагодарить того, который дал этот подарок. Так когда мы больше радуемся, больше нам приносит радость и веселение все то, что связано с Рождеством, а не сам родившийся Спаситель, так мы рассматриваем эту бумагу, так мы радуемся всему этому внешнему, вместо того, чтобы радоваться самому Богу и преклоняться. Очень хорошее слово по-английски «worship». То есть отдать worth, признать его worth, признать его величие, признать его превосходство, признать, осознать величие того подарка, который он дал. Задайте себе вопрос, что приносит вам радость в период Рождества? Чем оценивают радость ваши дети и вы? Возможно, какой хороший был подарок, возможно, какой хороший был концерт, какая хорошая была музыка. И все это необходимо, все это хорошо. Все эти символы, это елка или другие какие-то украшения, знаете, они могут быть или препятствием к поклонению Богу, или они могут быть на самом деле средством, которое помогает нам. Помните, когда-то Бог, как символ своей верности, дал ною радугу. Сказал, посмотри на радугу, каждый раз смотришь, напоминая на тебе, что Бог верен своему обещанию. Мы знаем, в настоящее время многие люди используют радугу как символ половой распущенности. То есть одно и то же люди используют совершенно с разными целями. И Бог на самом деле давал символы. Бог давал радугу. Бог, помните, когда-то в знак того, что Он проявил свою силу и перевел народ израильский через раступившуюся воду Иордана, это Иисуса Навина 4, 6, 7, повелел им вынести оттуда камни. И говорит следующее, чтобы они, эти камни, были у вас знамением, когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему эти камни? Тогда вы скажете, что вода Иордана разделилась. Эта елка может быть благословением, если объяснить детям это дерево, которое вечно зеленое. Оно зеленое даже зимой всегда зеленое. Символ вечности. Символ того, что Христос принес вечную жизнь. Жизнь, вечная жизнь. А можно настолько увлеклись елкой, совершенно забыть за Христа? К сожалению, так часто проходят наши рождественские вечера, наши рождественские встречи с семьями, где мы рассуждаем о том, как хорошо устроена елка. Но нет времени или, кажется, нет времени, места, возможности, слов, чтобы сказать, просто сказать детям значение о том, чего мы говорим. Помните, другие были символы, связанные с Рождеством. Принесли волхвы подарки, принесли золото, которое подчеркивало царственную сущность Христа. Он царь, он всемогущий царь, который сейчас родился в убогих яслях, но когда-то будет царствовать над всей вселенной. На самом деле, ему как должному царю принесли дары волхвы, мудрецы, те, кто помазывали царей, которые определяли, кто будет будущий царь. Этим занимались те люди. Они принесли ему золото. Ладан, который подчеркивал его священство, его божественную природу. И также Смирну, которая подчеркивала его человечность. То есть, во всех этих образах была какая-то духовная мысль, какой-то духовный смысл, духовный урок. Итак, знаете, Рождество само по себе не принесет благословения, если мы старательно не будем искать благословения. Старательно не будем идти как бы наперекор тому, к чему привыкли. Мы привыкли определять, возможно, Рождество хорошим подарком или хорошим временем, хорошим обедом. Привыкли, что наши дети обычно радуются в период Рождества также хорошими подарками. Очень важно остановиться, задуматься. И в эти дни, которые перед Рождеством, принять решение, запланировать вначале, когда соберемся с семьей и будем раскрывать подарки, помолимся и поблагодарим Бога за Его подарок вечной жизни. И, возможно, прочитаем коротко, но ясно, историю о рождении Спасителя. Для того, чтобы это время, оно не было уворовано от нас дьяволом на развлечения, а чтобы целенаправленно, осознанно посвятить Его поклонению Богу. Что на самом деле приносит вам радость в период Рождества? В этом вопрос. Луки 2, 10, 11. «Сказал им ангел, пастухам, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Поклоняться нашему Господу – это значит признавать Его величие, признавать Его спасительную миссию здесь на земле. Радость Рождества – это радость осознания великой Божьей любви. Радость Рождества – это радость принятия Христа в свое сердце. Обязательно уделите время для того, чтобы не только было время развлечения, а время поклонения в период Рождества. Обязательно запланируйте прийти в церковь. Обязательно запланируйте время поклонения семейного. Не дайте дьяволу украсть значение Рождества, для того, чтобы только еще раз развлеклись, отвлеклись, повеселиться. Еще раз, поклонение в период Рождества не происходит случайно, так как и в жизни, в общем-то, ничего случайного не происходит. Все происходит по привычке, по традиции. Как было раньше, так будет и в будущем. Если мы желаем, чтобы в этот период, в этом году было по-другому, нужно запланировать, стараться, искать, как мы слышали об этом раньше, как мы видим на примере волхвов или мудрецов. С одной стороны, дьявол хочет украсть радость Рождества, значение Рождества и сознание наших детей, нас самих, с тем, чтобы просто мы развлекались, отвлекались на что-либо другое, кроме поклонения своему Господу. С другой стороны, это суета. Как много суеты связано с Рождеством, не правда ли? Как только закончился День Благодарения, сразу же Black Friday, сразу же люди на следующее же утро или в тот же самый вечер, в четверг, в День Благодарения, люди едут за покупками, хотят как можно больше, дешевле, лучше приобрести какие-то товары, потому что нужно будет дарить подарки. А потом нужно составить список, чтобы никого не пропустить, и дядю, и тетю, и племянника, и племянницу, всем подарить по подарку, всем найти подарок. А иначе обидятся. Иначе так запомнят это Рождество, тем, что я не подарил подарок. И так весь период Рождества проходит в суматоге, в беготне. В общем-то, именно в тот период Рождества, в период рождения Иисуса Христа, это был тоже период суматохи и беготни и бизнеса. Помните, это был период переписи. Люди пытались заработать деньги над тем, что кто-то пришел в гостиницу и платит деньги для того, чтобы там переночевать. Кто-то путешествует с одного места к другому, для того, чтобы зарегистрироваться и платить в будущем таксы, как это нужно платить. В любом случае люди были отвлечены, не думали, не обращали внимания, что где-то там, в каком-то непонятном, в каком-то забытом, в каком-то заброшенном сарае происходит великие события. То, что на мировых часах истории искупления в Божьем плане имеет самое главное значение, приходит Спаситель для спасения душ человеческих. Так, с одной стороны, просто развлечение, с другой стороны, это суета, постоянная беготня за кем-то, за чем-то, как, брат, вспомнил вначале уже притчу о почвах. Эти плевелы растут, и заботы житейские заглушают слово. Слово значения Рождества, слово спасения, которое принес с собой Спаситель наш Господь, Эммануил, заглушается просто суетой. В то время, когда люди особенно восприимчивы к принятию евангельской вести, в то время, когда люди говорят друг другу Merry Christmas или с Рождеством Христовым, есть возможность сказать несколько слов, что это значит. В то время, когда очень легко начать разговор о значении Рождества с неверующими людьми, у нас нету и для этого времени. У нас есть время для того, чтобы поговорить о бизнесе, о делах, о сейлах, где дешевле можно купить что-то, но нет времени для того, чтобы поговорить о значении Рождества. Так можно всю жизнь потратить на второстепенное, и не останется совершенно времени на главное. Кто-то сказал о своей жизни так, я всю жизнь лез по лестнице, для того, чтобы забраться на самый верх, и в конце обнаружил, что лестница стояла не у той стенки совершенно. Так всю жизнь можно искать подарков, искать чего угодно, и забыть о самом-самом главном. Так суета, через суету дьявол может погубить, украсть. Вместо того, чтобы искать, искать. Вот в Фея 6.33 написано, ищите, старайтесь, но не материального, самого главного, а служения. Ищите, как я могу послужить. Как я могу послужить своим детям, как я могу в этот период времени, когда так много вокруг радости, заметить печаль и горе, и послужить тому, у кого печаль и горе. В то время, когда, так кажется, много нужно приобрести, в конце года закончить дела, связанные, возможно, с бизнесом вашим, заметить служение в церкви, и послужить, подготовить пение, стихотворение, участие, для того, чтобы принести благословение. Вместо суеты не занимайся безделием, а ищи служение. Заботься о том, чтобы этот период Рождества, с одной стороны, не потратить на развлечения, а радоваться поклонению Богу, с другой стороны, не потратить на суету, а потратить время в служении ближним, церкви и своей семье. Еще один путь, как сатана хочет украсть значение Рождества и благодать, благословение, которое эти праздники могут принести нашим душам, нашим семьям, это недовольство вместо благодарности. Опять-таки, это очень хорошо заметно в наших детях. Те, у кого маленькие дети, понимают, о чем я говорю, а у нас маленькие дети, и часто мои примеры, проповеди, связанные с маленькими детьми. В то время, когда, кажется, хочешь купить подарок ребенку, часто получается, что он все равно остается чем-то недоволен. Какой-то не такой подарок или лучший подарок у друга в школе нашел. И чем-то, чем-то мы остаемся недовольными. Это время вызывает очень много эмоций. Кто-то может позволить тебе на Рождество жене подарить машину новую, а кто-то не может. И зависть, может быть, возникает. Кто-то может своим детям дорогие подарки подарить или вообще съездить на Хавайи, а кто-то не может. И зависть возникает. И так, то время, которое должно проходить в благодарности за подарок Божий, который он нам дал, часто происходит в сравнениях. Какой подарок он получил, какой-то подарок я получил. Который подарок я могу купить, который я не могу купить. Очень часто этот период времени проходит в недовольстве, в зависти и также в жадности, которая из этого истекает. Мы погружаемся в сатану. Сатанинский обман. Погружаемся в том, что вещи, деньги могут принести счастье. Они на самом деле, как мудрый Соломон говорит, берут крылья, улетают, ничего не остается, кроме несчастья. Как-то был свидетель, что одна семья решила организовать подарки для своих детей как-то по-новому. Вот в рождественское утро они встают, и нет подарков под елкой. Но в подарочную бумагу обмотан кран, с которым вода чистая течет, и горячая, и холодная. В подарочную бумагу обмотан холодильник. Папа и мама себя обмотали в подарочную бумагу. Потом на машине подарочную бумагу тоже там прицепили с бантиком. Родители спрашивают детей, как вы думаете, почему мы так сделали? Дети не понимают, обижаются, они подарков ожидали. Они просто прошлись по дому и говорят, увидишь, это подарок. Многие, многие не имеют чистой воды в доме. У многих сирот нет папы и мамы. Многие пешком ходят, а мы на машине ездим. Тепло у нас в доме. Очень важно, может быть, таким образом напомнить своим детям о том, что Бог подарил нам так много благословения в жизни. И не спешить много покупать, чтобы удовлетворить своих детей или друг друга. А главное, вспомнить о том, как многие не имеют того, что мы имеем. Не сравнивать с теми себя, кто имеет больше, а смотреть на тем, многих тех, кто имеет намного, намного меньше. Многим из вас известно имя Ник Войныч. Спасибо. Ник Войныч. Это молодой человек. Он родился в Австралии без рук и без ног. У него буквально маленькая такая ножка. Правая, по-моему, или левая ножка, не помню. Он рассказывал, что когда рос, очень часто попадал в депрессию, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, до тех пор, пока в его жизнь не вошел Иисус Христос. Когда он понял, что есть богатство, которое намного выше, есть счастье, источник которого намного глубже человеческого, временного, материального. И после этого он ездил по всему миру, организовал служение. И часто можно увидеть его на экранах телевизора, где он просто улыбается и радуется. И знаете, под готовкой к этой проповеди я заметил одну из фотографий. Там было написано слова, цитата из его проповеди. Он говорил, что есть много людей, которые намного несчастнее, чем я. Самое большое несчастье, это не быть калекой физической, а быть калекой духовной. Можно иметь руки, можно иметь ноги, можно быть способным ходить и бегать, быть намного, намного несчастнее тех, кто не имеет рук и ног, но имеет счастье в сердце, имеет счастье в душе, имеет уверенность в жизни вечной, реальное общение с Богом, очищенную совесть, когда груз греха упал с души. Он сейчас женат, у него прекрасная жена, несколько детей. Я помню, читал, спрашивали у его жены, почему ты выходишь за него замуж? Она говорит, у него так много преимуществ перед другими мужчинами. Красивая, способная девушка выходила замуж за этого калеку. Вокруг него зажигаешься радостью, с ним никогда не скучно. У него всегда есть слова мудрости на устах. Как много богатства мы имеем в Боге, если мы делаем выбор замечать это богатство. Как много благодати, подарков Божьих мы имеем, если замечаем эти подарки Божьи. Вместо того, чтобы обращать внимание на мелочные ссоры, на мелочные неурядицы в жизни, на то, что кажется, мы не имеем, то, что кажется, у других больше. Да, может нам Бог, друзья, чтобы это время, время Рождества не ушло в ропоте, не прошло в ропоте, в недовольстве, в сравнении, в зависти. Вместо этого давайте задумаемся о значении Рождества, духовном значении Рождества, исполнимся благодарности. Вместо этого давайте обратим внимание на все те подарки, которые можно в этом здании заметить, вокруг себя заметить, в нашем доме заметить, если просто вокруг посмотреть, если сравнить себя с теми новостями, которые сейчас мы видим с экранов телевизора, что происходит в странах, где войны, в Сирии, на востоке Украины, как много Бог нам посылает, как от многого нас сохраняет. Филиппийцам 4, 6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Не заботьтесь, не погружайтесь в суету, не отвлекайтесь на развлечения, но в молитве открывайте свои желания, если хотите, чтобы этот период Рождества прошел в мире, то обращайте внимание на подарки, которые имеете, а не те, которые вы не имеете. Обращайте внимание на духовное благословение вместо земных и материальных. И последнее, как сатана хочет украсть, упить и погубить радость и благословение, которое приносит с собой Рождество, период празднования Рождества, это обиды вместо прощения. Казалось, почему мы говорим о обидах в период Рождества. Не столько связано с самой темой Рождества или событий, сколько с воспоминаний, с нашей человеческой памятью. Так я, наверное, больше всего, что помню с детства, это рождественские праздники, это елку. Я знаю, что именно Рождество часто вызывает воспоминания, или приятные, или неприятные. Люди помнят отца или мать, которые не подарили, не приехали, не поздравили. Люди помнят, что именно было во время Рождества, в то время, когда елки в других домах горели, в то время, когда подарки другим детям дарили, а мне ничего не подарили. Интересно, что именно в период Рождества, по статистике, больше всего происходит самоубийство, потому что люди чувствуют себя одиноко. все эти воспоминания, может быть, побоев, или огорчения, все это всплывает. И вся та обида всплывает. И все это одиночество становится невыносимым, тяжелым. И очень важно осознать, что это еще одна уловка сатаны, как он хочет, чтобы мы растеряли радость Рождества. Эммануил с нами Бог. Он предлагает нам Бога нашим Небесным Отцом. Даже если земной отец забыл, или земная мать оставила, или неправильно воспитывала, у тебя есть Небесный Отец, который протягивает тебе руку милости и общения и ожидает тебе, чтобы ты пришел к Нему. Мои твои покаяния и ожидает дать благословение в твоей жизни. И к нам сегодня, ко мне и к вам обращаются слова Иисуса Христа, когда он говорил, когда стоите на молитве, прощайте. Не ждите, когда попросит даже прощения, просто отпусти. Само слово прощения злеческого означает отпустить. Отпустить, отказаться от права воздать. Отдать это в руки Божьей. Бог сам, пускай с этим человеком, разбирается своей со стороны и отказывает от права воздать, и отказывает от права обижаться, и продолжать обижаться, потому что мне так намного больше прощено. Поэтому я могу спокойно отказаться от права воздавать, потому что Бог отказался от права воздавать мне. Когда стоите на молитве, прощайте. В Ифианам 4,32 написано, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Когда вы смотрите на все эти символы Рождества, на эту пещеру, на эти ясли, вспомните, как много оставил Бог, как много оставил Сын, когда отказался от величия небесного и пришел к нам. Не потому, что мы этого заслужили, совершенно не потому, а потому, что мы в этом нуждались. Когда мы смотрим на окружающих людей, сынаем обиды, которые нам принесли, не потому, что они заслужили любви, а просто потому, что они нуждаются в любви. Давайте проявлять любовь и прощение. Обиды, разногласия, они могут возникать не только потому, что вспоминаешь о чем-то сделанном, а только потому, что есть много просто разногласий в жизни. Одни думают, нужно праздновать так, другие празднуют иначе. Одни используют одни символы, другие используют другие символы. Одни это делают в декабре, другие это делают в начале января. Знаете, очень хорошее место Священного Писания, написанное Римлянам 14.6. «Кто различает дни, для Господа различает, кто не различает дни, для Господа не различает, кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». И 17 стих в этой же главе. «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Другими словами, если хочешь использовать символ вечно зеленого дерева и сделать это для Бога, для того, чтобы на этом примере рассказать ребенку или ближним о том, какой подарок принес Бог в вечной жизни, используй. Если хочешь отказаться, для того, чтобы не отвлекать себя и своих детей от развлечения, только погружаться в размышления о истории Рождества, для Бога делай. Только не осуждай того, кто делает по-другому, чтобы не было разделения, чтобы не было споров по этому поводу. «Царство Божие не в том, какое значение, кто придает одну дереву или другому, а главное в том, чтобы все, что вы не делаете, по одному или по-другому, делать ради Бога, ради того, чтобы ему поклониться, ему служить и принести мир, благословение в жизни ближней». Итак, друзья, еще раз, этот период Рождества, эта неделя или эти несколько недель, которые предшествуют Рождеству, это как небольшая картина, как несколько кадров из всей нашей жизни. Как вся наша жизнь может пройти в поисках развлечений, совершенно забывая о своем главном, о нашей душе. Может совершенно пройти наша жизнь в поисках материального, временного, забывая о вечном, забывая о духовном и остаться в конце у неправильной стены, или как по-русски у разбитого корыта говорят. Так вся наша жизнь может пройти в недовольствах, все мало и мало и мало. Хотя у большинства людей, может 95% всего населения Земли имеет еще меньше, а нам есть причина быть недовольными. Что-то не так произошло. Давайте вспомним, как много Бог нам дал. Самое главное – духовных благословений. Матфея 1, 21, 22, 23. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Сидел в очреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя, и мною, что значит с нами Бог». Знаете, в заключение я хочу просто несколько слов сказать о том подарке, который за всей этой оберточной бумагой. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти Твою душу и мою душу от грехов моих. Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Он делал это тем, что прожил на земле святую жизнь, а потом Сам Святой Сын Божий отдал Свою святость, Свою святую жизнь, для того, чтобы невинный, безгрешный умер за виновного греховного, меня и тебя. Таким образом, Он нас спас от греха тем, что заплатил за наш грех, то есть заплатил цену прощения наших грехов. Он так спас нас от греха тем, что избавил нас от вечного наказания за грехи. Он понес наказание, его мучение. Это было наказание за наши грехи. Если хотим испытать тот подарок, который Бог предлагает во Христе, верой примите то, что из-за вас, из-за вашей грехи умер Иисус Христос. Вместо вас также была пролита Его кровь святого, невиновного. И также вы будете спасены, полностью избавлены от вечного последствия ваших грехов. И в конце концов, Он избавит нас даже от присутствия греха. Там в вечности, там на небесах, мы будем полностью избавлены даже от присутствия греха. Кто желает, сейчас давайте уделим время молитве. Если вы хотите помолиться, покаяться перед Ним в своих грехах и принять подарок Божьей любви в свою жизнь, в свое сердце, пройдите и помолитесь, покайтесь. Если вы желаете поблагодарить, также пойдите, помолитесь и поблагодарите за все эти благословения. Если Мурдхотап просто очень желает, попросите у Бога силы, чтобы это Рождество не было таким суетным, не было таким занятым развлечением, и чтобы на самом деле принять практическое решение и в это Рождество уделить время поклонению Богу, служению Богу, вместе с семьей, вместе с церковью. Давайте об этом помолимся, попросим у Бога. Кто желает, можете пройти вперед, помолиться у микрофона, кто желает, встаньте на колени, давайте встанем, помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Я слышал, что он музыкальный у вас тоже, играет на чем-то, подыгрывает. Очень хорошее исполнение в христианских гимнах. Кто желает, можете приобрести диски после собрания. Я всего поздравляю с Рождеством Христовым и еще раз виски с Рождеством Христовым. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 богу кстати а аня насколько я знаю ты так закончила семинарию именно по отношению работы с детьми хорошо мы очень рады чтобы присоединить нашу церковь будем рады вместе нести служение если вы член поместной церкви и если вы за то чтобы друзья присоединились члены поместной церкви на основании свидетельств которые мы слышали их бывшим прошедшим служение других городах то поднимите пожалуйста руку кто за то чтобы наши друзья стали на протяжении последних двух недель не поступило никаких плохих замечаний или плохих свидетельств или возражений поэтому никого не было против или никто не был против никто никаких не высказывал замечаний по поводу прошедшей настоящей жизни и свидетельства наших друзей мы будем очень рады а будущем разделять общение вместе трудиться для бога а может быть вы здесь в любом случае не впереди сидите просто в конце когда встанем вы помолитесь потом я помолюсь и закончим собрание хорошо сойтись пожалуйста пока несколько еще объявлений кстати говоря о том когда кто нашел своего ангела мне попросила влад вайтович я не вижу сейчас вайтович и влада и алла день и они были может быть пошли помогать с детьми может быть но в любом случае не просили чтобы я объявил и они благодарны богу за то что он сохранял их благоставлял их течение десяти лет совместной жизни немножко шум до моего микрофона может другой взять микрофон хорошо слышно благодаря друзья бога а за то что бог сохранял их в течение десяти лет совместной жизни и послал им друг друга еще хочу сказать приближается новый год и мы хотели предложить чтобы все желающие кто желает читали библию по одному плану сейчас многие возможно не знают многие возможно не связаны особо с интернетом и социальными сетями но около 60 человек нашей церкви в общем-то активно и участвуют иногда каждый день кто-то пишет кто-то замечание делал что-то молитвенную нужду добавит на вайбер а или на секретной группе фейсбук а я знаю кто-то думает что это нельзя этим пользоваться но как все другие инструменты такие инструменты современной современной технологии они могут служить или для добра или для зла и в данном случае мы стараемся чтобы они служили для добра таким образом если мы будем читать вместе по одному плану священное писание можем обсуждать это вместе каждый день даже на этих социальных сетях можем об этом вспоминать время наших с общих собраний но легче всего обсуждать на этих социальных сетях каждый день потому что мы каждый день читаем одно и то же текст священного писания возможно когда собираемся вместе для групп общения или семьями если будем читать одно и то же также неплохо вместе обсуждать о том прочитали я знаю что нетрудно в общем то говорят примерно 15 минут занимает что прочитать три главы или даже четыре главы а по этому плану вы за год прочитаете ветхий завет один раз и новый завет один раз по этому плану вы будете читать два раза в день примерно три главы ветхого завета одну главу нового завета если длинная глава то полу главы если вы желаете подойдите возьмите я попрошу чтобы братья там положили на выходе также эту стопочку листочков здесь план чтения библии на весь год это очень распространенный план практически в любой церкви американской русской до самый самый распространенный план простой простой план чтения библии а поэтому если хотите присоединиться пожалуйста возьмите этот план чтения библии и мы постараемся в течение года поддерживать так сказать наши взаимоотношения и возжигать желание друг у друга продолжать читать священное писание когда вы будете выходить и только эти планы увидите кстати я хотела попросить чтобы кто-то как только закончится собрание сразу отнес положил назад чтобы не нужно было сюда идти если кто там дальний пожалуйста может даже сейчас взять и положить на выходе так чтобы на первой странице там немножко наставление или ободрение почему читать почему важно читать а потом и все на одном на одном листочке там не нужно брать два листочка на одном листочке весь план чтение библии также там на выходе вы видите ящичек куда можно опустить деньги а в прошлый раз об этом говорили что в это будет новая традиция в нашей церкви которую мы согласились с братьями вместе начать а нас раньше традиции не было но в многих церквах была такая традиция а потому что одно из служений которое самое тяжелое церковь работа с нашими детьми надо с непослушными надо с капризными детьми и знаете некоторые другие служения можно приготовиться спеть и рассказать там готовится потом ход другой поучаствует а занятия детьми нужно делать каждый каждую неделю и готовится и готовится поэтому хотели предоставить возможность родителям бабушкам дедушкам пожертвовать деньги там будет стоять сокровищница на выходе и мы на эти деньги купим подарки для учителей воскресной школы а для того чтобы ободрить их в служении так сказать выразить им благодарность и желание чтобы они продолжали заниматься этим служением мы делали таким образом чтобы это было именно от родителей от бабушек дедушек а тех именно с кем они занимаются с нашими детками также еще на выходе кроме календарей и ящичка вы увидите насколько я знаю правда да я смотрю там молодежь стоит а и значит уже приготовили молодежь приготовили сладости для распродажи и кивая головом и до что приготовили а они приготовили и стадости для распродажи все что они там спекли печенье и так дальше для того чтобы помочь оплатить зимний молодежный лагерь в начале января 6 7 8 января молодежь собирается провести вместе в одной из больших домов кабин в геттенберг это наша такая стала традиция в нашей церкви это уже будет второй или третий раз когда мы выезжаем вместе а там мы будем много бесед проводить много молиться много петь христианские фильмы смотреть просто общаться вместе выиграть но это все стоит деньги дом большой стоит деньги продукты стоят деньги поэтому если вы желаете покушать что-то вкусное сладко после собрания и также помочь молодежи с тем чтобы они поехали до духовного знаете такого ретрита общения и было благословение для них для ваших детей и для молодежи нашей церкви то пожалуйста можете купить на выходе сладости если есть кого-то обращение к церкви пожалуйста скажите кто хочет передать привет пожалуйста скажите праздничное служение спасибо за напоминание 24 декабря в следующую субботу в 7.30 в 7.30 потому что раньше мы не можем в 7.30 только от издания для нас откроется можете сделать фотографию кстати я смотрю вот брат павел фотографирует можете сделать фотографию этого слайда чтобы у вас осталось на память все все праздничные собрания 24 декабря только один час с 30 до 8 30 только один час и мы хотим сделать это очень очень просто чтобы это на самом деле было временем простого поклонения богу мы уже готовимся к этому вместе с друзьями которые дают общее пение с оркестром для того чтобы может быть 8 может быть больше спеть вместе любимых рождественских песен такой простой обстановке между песнями будем просто читать тексты священного писания рождестве я уверен мы большинство на них даже будем сидя петь не будем все время стоять возможно присутствует таких собраниях просто собрание поклонения будет короткая короткая проповедь в конце может быть 10 минут а вообще все собрание весь час будет посвящен поклонению поклонению в пении поклонению в молитве поклонению в чтении много чтения известных любимых самых важных текстов священного писания один час 7.30 до 8.30 25 декабря это воскресенье обратите внимание это очень очень важно собрание в следующем воскресенье немножко изменится сфотографируйте запомните другим передайте обычно в 12 в следующем воскресенье в 11 на час раньше потому что у американцев здесь ничего не будет происходить у американцев не будет собрания поэтому мы можем начать чуть-чуть раньше в 11 многие кто участвуют в сценках или в в чем-то подготовки музыка пение придут еще раньше может возможно в 10 на собрание начнется в 11 для того чтобы потом было достаточно времени еще вместе кто желает пообщаться после собрания в семьях или в группах общения и 6 часов вечера будет детское рождество детский рождественский праздник молодежь приготовила для детей подарки сценку для того чтобы наши детки они могли поучаствовать кстати кто желает поучаствовать семьей обычно возможно вы не участвует ваши детки не участвуют это будет возможность всем желающим участвовать вместе со своими детьми я знаю для рождественского праздника также многие уже готовятся оркестр хор и так дальше 31 декабря в 10 30 вечера кто желает пожалуйста прийти на это место я понимаю не все будет возможно тем не менее также будет только полтора часа времени наполненные молитвенным пением призывом к самооценке и благодарности богу и мы встретим новый год на коленях 10 30 до 12 до полночи мы проведем полтора часа собрания у нас раньше не было такой практики церкви братья предложили начать в этом году попробовать если будет желание возможно продолжим следующих в следующем году в 10 30 до 31 декабря еще одна причина почему мы сделаем это году потому что суббота все выходные в любом случае первое января 4 часа дня хлебопреломления и также единственное собрание обычно воскресенье два собрания а первое января через две недели воскресенье одно только собрание в 4 часа это лучше все кто будет встречать новый год всю ночь наша молодежь или кто-то еще а могли выспаться приехать и провести вместе собрание также с хлебопреломления так мы посолом и начнем новый год в этом году разумеется вместе будем слушать слово божие вместе поклоняться богу и также вместе участвовать в хлебопреломлении если есть обращение к церкви то очень передает привет пожалуйста скажите и мы будем заканчивать с днем рождения поздравляем эдвард вайтович давида гладыш владимир а не чаев и вадима сили кого-то нет сегодня кто то есть передавайте пожалуйста поздравления передавайте пожалуйста привет и друзьям если нет кто хотел бы передать привет церкви тогда давайте все вместе встанем оставим на память желание а пожелание возьмите пожалуйста микрофон или подойдите пожелание нашим именинникам пожелание друг другу филиппийцам 4 6 7 не заботьтесь ни о чем еще друзья сегодня очень важно перед тем как мы разойдемся хочу напомнить 5 30 не будет встречи как обычно 5 встречается друзья и смотрят по видео занятия для тех кто хочет заниматься учиться преподаванию работе с детьми эти занятия возобновятся после нового года 6 30 будет обычно у нас вечернее собрание и также занятие с детками рождественную рождественскую тему уроки занятия с детками пожалуйста приходить и простая возможность вам помолиться потом закончим сюда всем пока это просто я целиком вот кто-то непосредственно Продолжение следует... Продолжение следует...